Девчонки, привет! Сегодня о сером цвете и о бежевом. Одно из главных достоинств серого цвета – это то, что он равнозначно относится вообще ко всему, что его окружает. И он не даёт никому и ничему предпочтения. Все варианты для него вообще одинаково равносильны. Ну и благодаря этому серый способен делать правильные и точные выводы при анализе и рассмотрении той или иной ситуации. И большой его плюс, прям очень-очень громадный, что он рассматривает как плохие ситуации, так и хорошие, но при этом он эмоционально не включается. И вот эта вот эмоциональная стабильность и такая равнозначность помогает ему быть очень толерантным. И толерантным ко всему, и равнозначным. Это даёт ему терпение, терпеливость и принятие. Из-за этого серый цвет считается таким вот нейтральным. Нейтральным ко всему. Ему очень часто приписывают уныние и скуку. Конечно, в нём нет абсолютно никакой яркости, красок, взрывов эмоций, азарта. И скучно. Это такое настроение человека, когда всё вокруг кажется ему одинаково равнозначным. В том числе и он. Вот всё одинаково ровное. Он и всё, что его окружает. И философы в этом находят прям сильно классную фишку. Потому что в этом состоянии можно найти, кто ты, куда тебе двигаться, зачем тебе это. Но, к сожалению, очень многие убегают из этого состояния. Нам социумом навязывается быть чисто любивыми, амбитными. И очень много людей боятся этого серого состояния, боятся найти себя. А ведь нужно всё время куда-то бежать за эмоциями. Движ, париж. И из этого серого состояния убегают фильмы, игры, дискотеки и любые другие эмоциональные штуки. Чтобы только избежать этого серого цвета, они хотят самоидентификации какой-то. А ведь серый цвет — это цвет такой вот аналитик. Он, как даже сказала, очень крутой, классный аналитик, который пришёл на место, рассказал, показал все детали, все нюансы, что будет в этом случае, в этом случае, и пошёл дальше. А вы уже дальше на месте решаете, что с этим делать, как с этим быть. И из-за вот этого качества серый часто называют нерешительным. Но это не так. Он просто независим, он самостоятельен, он ценит самостоятельность других людей, и он не навязывается. То есть он не будет говорить так, вот здесь вот так, вот здесь вот так, и делай то, то, и то. Вот серый цвет не будет вас убеждать, делать адептом своей воли. Он уважает мнение каждого человека. И он свободен, но он никогда не будет навязывать эту свободу кому-то другому. Поэтому никогда не слушайте, если скажут, что серый цвет, он безвольный. Нет, он просто нейтральный, уважающий. И такой вот. И вашим, и нашим, и ни с кем абсолютно. Его можно сравнить с путником. Вот сразу представляется, путник, серый цвет. Это путник-одиночка, он идёт без оглядки на социум, он не опирается на коллектив. Поэтому серый цвет – это ещё цвет путника или цвет дороги. Но не той дороги, в которой нужно какой-то эгэ-гэй, движ-париж, азарт, эмоции, кураж, фиеста. Это совсем другой тип путешествий. Это познать смысл, это увидеть разность народа, это увидеть красоту и оттенки гор, к примеру, Гималайи или Альп. Это вот такого вот типа путешествия. Философское, там, где нужно много думать, чувствовать и различать всякие мелкие оттенки. По поводу оттенков. Знаете, в каком цвете должна быть кухня, чтобы все гости или те, кто там живут, прочувствовали максимально-максимально много вкуса, прям много разноплановых ощущений в этом блюде. Именно серый. Серый помогает раскрыть многогранство. Поэтому если серой кухни у вас нет или захотелось очень её сделать, но это выглядит теперь бюджетно, просто воспользуйтесь серыми чашками, серой посудой. Это тоже очень классно сработает. Серая кухня, да и серый зал, любой серый интерьер, помимо того, что он успокаивает, помимо того, что он настраивает такое философское мышление, он также даёт очень классную атмосферу для ведения разговоров, бесед, переговоров, не выяснения отношений, хотя иногда и это нужно было, а вот найти взаимосвязь между членами семьи, например, в этом доме. Поэтому по статистике считается, что скандалов или каких-то громких сцен намного меньше, если дом будет в серых красках. То есть серый – это тот свет, который говорит, а действительно ли тебе это нужно, а что ты думаешь по этому поводу. Сделай ещё раз анализ. И, например, если вы делаете рекламу какого-то предмета, занимаетесь, например, изготовлением каких-то предметов, то если вы будете давать рекламу этого предмета на сером фоне, например, телефон на сером фоне, то серый фон подчеркнёт все плюсы и минусы этого телефона, все характеристики. И человек реально дочитается до этого всего и такой серый его ещё дополнительно спросит, а действительно ли тебе нужен этот телефон? Поэтому с серым цветом нужно быть аккуратным в этом плане. Хотя дизайнеры, которые делают рекламу, если вдруг они не знают, какой фон дать, то они используют серый. По крайней мере, серым цветом сложно что-то испортить. Он такой, как серый кардинал, вот входит на задний план, и он ждёт вдали, пока по центру развивается основное событие. То есть вот вам телефон, вот всё, что здесь о нём есть. Я как бы постою в сторонке, посмотрю, к какому выводу вы придёте. Если говорить о предметах, то очень классно серый цвет работает. Если вы хотите похудеть, заведите себе холодильник серого цвета. И когда вы к нём подойдёте, откроете ручку, или даже ещё не успеете открыть ручку, холодильник вам опять задаст, ну такой на подсознании вопрос. А действительно ли вы голодны? Действительно ли вы хотите что-то съесть? А подумайте, а что будет завтра? В этом плане очень классно также работают серые кошельки. Кстати, с серыми кошельками столкнулась права. На практике, не понаслышке. Когда мы ходим с клиентами что-то покупать, и у них серый кошелёк, я уже понимаю, что это будут дополнительные вопросы. А действительно ли этот пиджак подойдёт мне к той юбке, к тем, что она в моём гардеробе, и ещё вот если эти украшения на него набросить, хорошо ли будет? А этот ремень, да, он действительно, то есть подходя до кассы, это ещё миллион вопросов такого аналитического плана. А действительно ли будет это хорошо и практично, и действительно ли мне это нужно? Поэтому вот проверено на 1500%. Если вы, собственно, не за серого кошелька, скорее всего, вы очень умно тратите, расстаётесь и чётко всё по плану. Если вы вдруг идёте в магазин, то 100% больше, чем у вас по списку, вы ничего не купите. С чем вас поздравляю? Ещё серый цвет, он как тень. Этот цвет самостоятельный, ведь тень невозможно спрятать, запереть, засунуть в какую-то коробку, она независимая, она самостоятельная. Поэтому серый цвет, он типа как а-ля цвет тени, такой же независимый и самостоятельный. Ну, как мы проговорили, аналитик. Этот цвет и очень любят финансовые аналитики. Да, и вообще любые аналитики или те, кто занимаются консалтингом, а также это излюбленный цвет. Если вы любите смотреть фильмы о Мафиози, консильере. То есть такая правая рука, Дона, который не заинтересованный нигде, ни в чём, такой вот посредник между всеми, плюс у него есть полная информация, он всегда владеет плюсами, минусами, и всегда дают очень толковые советы Дону. Такая правая рука. Любят этот цвет люди независимые, такого фрименского типа, аналитики, философы, мыслители. Они любят люди, которые или в домах, в парадигмах, такие всё по правилам, всё по полочкам, всё жёстко. Или те люди, которые очень любят тусить и веселиться, а-ля фиеста с утра до вечера, и можно без перерыва. Серое состояние можно уловить на рассвете, когда солнышко находится над горизонтом, и вот-вот оно поднимется всё выше, и вот в наступающих сумерках, но обычно в наступающих сумерках меньше, там всё-таки больше трассы. Поэтому ориентируемся на рассвет. Это вот самое лучшее время для путешествий, для походов, вообще для любого осознанного движения. Это старт, начало, мыслительный такой. Если нужно быть серой мышкой, к примеру, есть такое высказывание «деньте серый цвет». Да, это правда. Точно так же серая машина меньше заметна на дороге. Это тоже правда. Мы вот ехали по блокпостам и заметили, что тёмные машины, чёрные, останавливают в первую очередь всегда. То есть мы видим, там 2-3 машины стоят, там 2-3 машины стоят, проверяют. Белые иногда проверяют, а вот серый практически всё время пролетает вот так. Поэтому серый цвет, он действительно менее заметный. Вот такой вот практически нюанс у нас случился вот прям недавно. Вопрос, насколько этот цвет сексуален? Ну, скажем так, сексуальность, серый цвет не исключают полностью, он, скорее всего, задвигает его на второй план. Ведь для серого очень важно равенство, полов или равенство во всём. И он воспринимает человека таким, какой он есть. И в первую очередь это дружба, это обществе интересов, это направленность в одну сторону. И если вот этот вот баланс есть, то есть серый, это вот если грекка взять, я не буду такое понятие, как филия, то любовь для них это вот именно в сером цвете. Это равенство, это партнёрство. Именно в этом варианте ты принимаешь партнёра таким, какой он есть, не накладываешь на него никакие там шаблоны, ничего такого. А вот он есть такой, окей, я его люблю. И часто серый цвет выбирают себе, называют его сексуальным, как-то сапиосексофилы. Ну, в общем, те, которые очень умные, для них этот цвет кажется очень сексуальным. Если хочется разобраться со своим партнёром или прежде всего поговорить, у нас же всех разные языки любви, кому-то нужно потрогать, там кинетика, кто-то любит поговорить, то если вы человек, который любит поговорить, и вам при людях нужна словесная, то одевайте серое бельё. Сначала вы поговорите, обсудите какие-то вопросы, найдёте общие точки соприкосновения, и далее будет сиерия. Поэтому серый цвет, у него секс на втором плане, а на первом плане мозг. Теперь переходим к интерьерам. Первый интерьер, он серо-белый. Серо-белый — это люди, которые ищут смысл жизни, и они очень ждут, что кто-то наконец-то придёт и расскажет им, а что же те, когда и позовёт их непосредственно с собой. В этом интерьере очень классно, опять же, проводить какие-то тусовки, мероприятия, где нужно сесть, поговорить, поиграть в какие-то интеллектуальные игры. Если посмотреть на второй вариант, то тут уже расслабиться получится намного меньше, потому что здесь в серый включён чёрный вариант. Он прикинется таким аналитиком, таким незаинтересованным. Например, вспомните 50 оттенков серого, мистер Грей, когда он приходил... Сейчас немножко отклонились. Когда он приходил к себе на работу, он был действительно таким вот нейтрально серым. Когда же он встречался с Анастейшей, у него костюм был чёрно-серый. Это такой толерантный, очень толерантный человек, который выслушает, вроде как обсудит все стороны, и за, и против. Но потом, когда дело будет касаться непосредственно его интересов, тут он вас исхлопнет. Тут включается чёрная модель поведения, это авторитарная. Именно она работает вследствие за серым цветом. Втянет и не выпустит свои интересы. Ой, серый скучный цвет, унылый, все пытаются его избегать, и никто не хочет его использовать в одежде. Ну да, понятно, до сих пор эти кардиганы продаются, хотя должно давным-давно их нужно было сжечь и выбросить. И глядя на вот такие вот образы, думаешь, о боже, нет серый кардиган, ни в коем случае, никогда, никак. Но если это актуальный крой, даже не супер-мега модный, хотя бы актуальный, правильная длина, рукава, посадка, цвета всегда будет классно, стильно смотреться и добавлять ноточку шарма в ваши образы. То же самое касается костюмов. Если вот первые две девушки поставят себе цель, придут в офис или навстречу и будут пытаться усиленно добиваться ей, то какой бы харизмы они ни обладали, ну, если может, сверх-мега, типа как нефертити, они что-то и добьются, но на самом деле в таких костюмах такой, какой-то вы аналитик с прошлого времени, прошлого года, и вообще вам никакого доверия нет. Поэтому, к сожалению, эти костюмы также очень живучие, и они остаются, наверное, только благодаря серому цвету и благодаря тому, что так классно он конфликтуется со всем. Остается в гардеробе, нужно срочно, срочно выбрасывать и переходить на более модные, актуальные модели. Там вот только пришла, щелкнула пальцами, расслала ситуацию, и все, все-все поняли. Цвитерочки. Аналогичная ситуация. Модные фасоны, актуальные, с добавлением актуальных украшений, сделают свое дело. Все олдскульные, фэшн, ну, вот так уже не носят. Это прям получается повалуки, сразу же плюс 5, а то и 10 лет. Так, переходим на фактуры и на оттенки. Дело в том, что каждая тена, каждая фактура накладывает на серой свое впечатление, отношения. Возьмем последнюю девушку. У нее серо-голубой. Голубой — это эгоисты, это голубая кровь, это элита. Поэтому она в своем серо-голубом костюме декларирует, что я, между прочим, супер-мега-вау. Я не очень люблю коммуницировать с другими, потому что я не такая девушка из высшего общества. Ой, смотрела фильм, не запомнила его название, но фишка в том, что там были террористы, и был человек, который зачищал следы после того, когда они сделали какую-то неудачную операцию. И вот он все время ходил в сером нейтральном цвете. Но когда пришли они на концерт или эта встреча какая-то была супер-высокопоставленных людей, он пришел туда именно в серо-голубом костюме. Кстати, серым, да и вообще с разными цветами очень круто играет Голливуд. Можно просматривать их фильмы, особенно последние, они прям оттеночек в оттеночек подбирают к персонажу и к его характеру. Значит, первая девушка, у нее шероховатый серый свитерочек. Что дает шероховатость? Шероховатость дает такая вот, а давайте поговорим, а давай, такая липучка-прилипучка, рубль-штучка, ты кому меня дашь? Поэтому, если нужно прийти, коммуницировать очень активно, и чтобы люди воспринимали, что ты не как назойливая муха, а реально общаешься, такая или там домоседка, такая своя в доску, то, конечно же, серый шероховатый подойдет. Если нужно быть максимально этим экспертом, аналитиком нейтрально, то, конечно же, у нас будет серый, матовый, без всякого глянца, без шероховатости, без блеска. Кстати, а глянец, глянец сделает из образа такого человека, который любит, чтобы его за все хвалили. У нас была такая штука, как корридорный тест. Мы стилисты работали вместе с психологами в одной команде, и вот мы там на протяжении недели, лучше всего двух сидели в офисах и просматривали, как приходят сотрудники, записывали, во что они одеты, психологи давали свою раскладку по цвету, мы стилисты давали свою, какое впечатление она не производит, такой вот в коллаборации с ними работали, и потом переодевали сотрудника, потому что очень часто высокие ячейки срывались из-за того, что люди неправильно одеты. Там еще подключались люди, которые тренировали голос, постановку, вот это вот все. Сижу тоже, раздрабатившись к вам, хочу быть ближе. И оказывается, глянец, кто носил серый глянец, кто любит серый глянец, те, которые хотят, чтобы их хвалили, или же еще была очень такая неприятная ситуация, когда люди, которые выбирают серый глянец, они приносили лишь хорошие новости. О плохих новостях они не говорили, опять же, потому что они хотели, чтобы их хвалили. Вот такой вот момент есть и с людьми, которые любят серый глянец. Что же касается серого металлика? А серый металлик – это те же аналитики, те же эксперты, которые не просто расскажут о плохом и хорошем, им, в принципе, не нужна похвала, они очень жесткие. Они потом возьмут эту информацию и очень жестко, ну или не очень жестко, сапеллируют и выйдут из ситуации. То есть они не просто проанализировали все, они умеют очень метко забрасывать эту информацию в людей. Что очень важно для серого цвета? Он намного-намного многовариативный, вкусный, интересный, чем все о нем мечтают. Во-первых, современные фасоны, во-вторых, многослойности, и в-третьих, контрасты факторов. Это вот эти вот три правила, с которыми всегда можно смотреться стильно, актуально и интересненько. Переходим на бежевый цвет. Это тепло, уютно, комфортно и беспечно. Почему беспечно? Дело в том, что бежевый складывается с двух цветов, и из белого, и из коричневого. Коричневый – это хозяин дома, все в дом, все в семью. Коричневый любит, когда у него есть запасы на черный день, лучше по несколько запасов на каждый черный день. И очень клёвый, люксовый. Белый же, белый же, это начальство с чистого листа, он всё стирает, он не боится будущего, он для начала. Поэтому он стирает все эти негативные, такие тяжёлые моменты коричневого, он оставляет беспечность. Поэтому люди, которые ходят, любят бежевые, они такие беспечные, уравновешенные, спокойные. Они не беспокоятся, что завтра чего-то у них нет. Вернее, они знают, что завтра у них всё будет окей, всё будет хорошо. Бежевый у нас встречается везде, в природе. Мы видим практически каждый день. Это наша кожа, это в еде, это домашние животные. Это вот даже упаковки. Экофрендли, кстати, очень часто используют компании, чтобы подчеркнуть, что они натуральные, натуральные, ничего не грозит. в окружающей среде, плюс успокоить нас, чтобы сделали осознанный выбор. Они упаковывают всё в такую вот коричневую, бежевенькую бумагу. Я тоже такое покупала. Хотя бывает очень часто, что ты что-то покупаешь, а внутри там далеко, это не экофрендли. Но кажется, что сделал правильный выбор. Всё-таки эко. Почему же очень любят интерьеры люди в бежевых цветах? Они точно так же успокаивают. А нам сейчас прям то, что доктор прописал, бежевые цвета, все их оттенки. Хочется очень уютно, не беспокоиться за завтрашний день. Поэтому мы раньше рассматривали чёрные. Вот чёрные – это люди, которые на баррикадах, нужно взять, собраться, пойти что-то делать. Без чёрного очень многие и не могут собраться. Поэтому чёрный такой популярный. А с другой стороны, бежевый стал популярным. Потому что все устали, замотались, очень быстрый ритм жизни. И так хочется хотя бы как-то выдохнуть. И здесь чтобы было так. Всё окей, спокойно, тепло и уютно. Почему в Скандинавии используют бежевый цвет? Помимо этих вот значений. У них очень рано темнеет. И плюс там холодно. Бежевые оттенки, все тёпленькие цвета, а-ля бежевые, а он поднимает температуру у нас от сознания на градус. И кажется, что это помещение теплее. Плюс он отражает свет, и также кажется, это помещение намного светлее. Вот такие вот и практические, и эмоциональные штуки есть в бежевом цвете. Более того, учёные из университета Хопкинса, они исследуют там Вселенные, галактики, ла-ла-ла-ла. Они взяли, смешали все цвета Вселенной, и получился вот такой вот космической латы. Пантон так и назвал этот цвет, космической латы. Цвет галактики, ой, цвет нашей Вселенной. То есть, кто не знал, почему. Вот ещё один цвет, который нас успокаивает. Далее, кто же сделал культовым этот цвет? То есть, то, что сейчас он набирает популярность, это да, но кто же, кто же имеет ДНК? Это Бёрбери, конечно. Бёрбери, Максмара, Рольф Лорен, но Бёрбери сделал это самым первым. Они, Том нашёл инновационный рецепт приготовления габардина, и он использовался в милитаре направления. Но позже его уже начал носить, значит, Рузвальт, после него Бернард Шоу. Кстати, королева Виктория сказала, что окей, Бёрбери будет нашим официальным поставщиком Тренча. Так вот, Бёрбери, после того, когда Рузвальт начал носить Бернард Шоу, культовым или таким моментом переломным в истории Тренча стал фильм «Касабланка», там, где главный герой появился в Тренче, и все сказали, «О боже, какая замечательная вещица, надо носить его в жизни». И вот его модель варьируется, длина рукава, фасон, длина самого Тренча, но его модель остается узнаваемой, такой вот прям ДНК бренда. кстати, Бёрбери, это не единственный бренд, очень много еще с ним, Хлоэ, например, использует очень много бежевого цвета, и кто хочет вдохновиться и понять, как его комплектовать, сочетать, какие актуальные фасоны, можно вдохновляться именно этим брендом. Всегда в тренде, всегда красиво, сочно и выдержанно. Ральф Лоурен, он взял этот тренд не из бухты-барахты, этот человек, который понял, что он бизнесмен, изначально он был бизнесмен, он понял, что все хотят красиво одеваться и роскошную жизнь. Он вдохновился студентами из американских элитных университетов, которые носили очень много бежевого и светлой одежды, но доминирующий там был беж. Он взял этот беж, внедрил в свои коллекции, и он продавал не просто одежду, он продавал стиль жизни. Поэтому бежевый на подсознательном уровне у многих ассоциируется уже в столетии прошло с этим бежевым дорогим, бежевой дорогой элитной жизнью. Просто он попал прям в точку. И в 60-х годах он выпустил свой тренд, свое пальто, но не сказать так, чтобы оно было супер-мега успешно, или он просто немножечко раньше его выпустил. На самом деле эмансипация женщин произошла в 80-х годах, когда женщины захотели покорить Men's Men's World и стать успешными бизнес-леди. Они решили, что они не будут больше очень сексуальными, они хотят а-ля быть весомыми и значимыми в мужском мире. Поэтому Макс Мара с удовольствием подхватил этот тренд. Макс Мара вообще уникальный бренд, потому что он не называет никогда себя дизайнерским, он нанимал очень много дизайнеров, но он подхватывал всегда тенденции, что нужно женщинам, и за счет этого выезжал и был в тренпе. Так вот, в 80-х годах Мари Беретта подхватила этот тренд и создала уникальное пальто, которое до сих пор остается популярным. Конечно, оно не подчеркивало супер-мега-женские формы, но зато она очень красноречиво говорила, я целеустремленная и добьюсь всего, чего я хочу. Вот, кстати, Джи-Джи Хадид, она сейчас лицо этого бренда и до сих пор в этом пальтишка ходит. Очень актуальный модный крой, до сих пор не проходит. Поэтому, если есть вопрос, что вложиться, в какую одежду, вот, ДНК бренда, смотрите и никогда не прогадайте. Далее, переходим к бежевым в одежде вот стоит три девушки, они в бежевых цветах. Кажется, что у них все прекрасно, все спокойно, они счастливые, уравновешенные, они живут на каком-то своем идеальном островке, гармонии и счастья, и это супер-прекрасно. Это вот мы смотрим на них и у нас такое ощущение. Поэтому, когда мы будем одеты в бежевый и на нас будут смотреть, мы будем создавать точно такое же впечатление. Девушка по соседству. Это пример для тех, кто очень хочет попробовать звериные принты, но безумно боится. Возьмите эти принты в бежевых или серо-бежевых цветах. Вот, например, Тауп. Там есть у нее прослойка, а основной фон бежевый. И вы увидите, насколько этот агрессивный принт станет таким вот более леди вариантом. Здесь я уже не ставила некрасивые примеры тех же кардиганов, свитеров. Я оставила вам красивые, стильные, актуальные примеры, которыми вы вдохновились и полюбили бы бежевый так же сильно, как и я. Бежевый может быть абсолютно разным. От какого-то спортшика ля-ля пацански до очень-очень женственного эли кантова. Уникальная коллекция Ким Кардашьян. Она выпустила свою линию, называется Skims. Там около 20 или 30, не помню точно, оттенков нижнего белья. Кроме нижнего белья у нее еще и бодики есть, и платья. И фишка ее в том, что она сказала, что теперь каждая девушка вне зависимости от своего цвета кожи может найти в себе белье и быть уникальным. Такой инклюзивный тренд. То же самое в 2013 году. Кстати, сделал и Ральф Лоурен, ой, простите, Кристиан Лабутен. В 2013 году был просто мега-бум на бежевые лодочки. Именно Кристиан Лабутен его запустил. Он тоже сказал, подобно как и Ким, что теперь независимо от цвета кожи вы можете выбрать и найти свои лодочки. А кто хоть раз сталкивался с проблемой выбора лодочек, то знает, то они сильно бежевые, то они розовые, то они коричневые. Поэтому, если эта проблема есть, вот Кристиан Лабутен все решил. А вдохновился он, кстати, Анна Винтур. Анна Винтур с 1994 года носит бежевую обувь. В нее коллекции около 50 бежевых лодочек, сандалии, ботильонов. Она, конечно, носит какие-то более красочные варианты на очень редкие выходы, но в большинстве ее обувь и ее прическа остается неизменными и, скорее всего, она их уже вообще не поменяет. точно такой же хит это бежевые сумочки. Вообще, в разных вариантах будут считаться идеально со всем. Стилист такие, между собой, мы называем бежевым, но в черном. Удивительная комплектация. Это когда нужно, чтобы все бегом быстренько со всем сочеталось. Это как раз вариант бежевого. И серый туда же в придачу. Варианты на лето. Кстати, сумочка Эрме, которая имеет прям оберег не от сглаза, а от выхода с моды. Можно и дочке передать. Если аккуратно носить, можно дать и правночке тоже. Кстати, цвет, за которым гоняются тауп, вот он самый правый. Прям люди в очереди иногда стоят. И это универсальный цвет, который удивительно сочетается вообще со всеми любыми оттенками. Поэтому, если где-то увидите такой вот цвет, не обязательно в этой сумочке какой-то другой берите смело. И зима, и лето прям какой-то удивительный магический цвет. На этом у меня все. Творите и вытворяйте. И встретимся в следующий четверг на 19.00 на следующих цветах. А это будет розовый и белый. До встречи. Пока-пока.